Что может быть настолько же прекрасно, как и ужасно? Конечно же мордобой двух прекрасных стройных и подтянутых красавиц, которые, несмотря на свою принцессность, готовы убить соперницу. Приветствую вас, ляжки-сумоистки, с вами Федорович, а в этом видео мы будем просто наслаждаться нокаутами и надеяться, что подобная богиня не достанется нам в жены. Когда весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра. Частенько именно такая мотивационная хрень приводит бойца к больничке. Как нашу бойчиху с надписью на шортах «Мама». Что ей влил в уши тренер, а главное зачем, мне непонятно. «Барышня» вышла в ринг полностью перепуганная и абсолютно неподготовленная, что и привело к трагическому финалу. Самое вредное в мире – это жизнь, от нее все умирают. А для бойца самое вредное – отсутствие защиты. Хотя от таких фантастических ножниц в лучших традициях сайн-чая мало кто вообще может защититься. Мужчина уже наполовину влюблен в каждую женщину, у которой есть сиськи. Так что для женщины главное его не спугнуть. Особенно пробивая жесткий кросс, отправляя соперницу в стоячий нокаут, а потом добавляя по бессознательному телу еще более жесткий кик. В таких дам влюбляться не стоит. Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо. Но это точно не про слабохарактерных людей и уж тем более не про бойцов. Ведь когда в бою все идет не так, как надо, то приходит нокаут. Особенно, когда против тебя такая тигрица с четко поставленным хайкиком, которым мы насладимся с разных углов. По жизни нужно быть оптимистом, ведь только оптимист может увидеть на кладбище вместо крестов плюсы. А хайкики в исполнении Холли Холпс видели все. Но те, кто прочувствовал эти удары, видеть не могли пару часов точно. Холостяк – это мужчина, который приложил невероятное количество усилий, чтобы не найти жену. А победитель – это боец, который приложил немало усилий, чтобы найти соперника своим ударом. А когда такой удар наносит прекрасная дама, то понимаешь, что против нее у холостяков шансов нет. Главное – не бойся прощаться с тем, что не делает тебя счастливым. А бойцы этого точно не боятся, ведь они с легкостью прощаются с соперником, отправляя того в нокаут. Особенно дамы, ведь так они устраняют конкуренток. Говорят, что женщины любят ушами, но вот получать по ушам они точно не любят. Но принцесса в белой юбочке сделала прекрасный обманный джеб и попала брутальным хайкиком, проявив не только силу, но и бойцовский интеллект. В жизни главное не терять людей, с которыми у вас в голове тараканы одного вида. Но вот бойцу вообще тяжело сохранить в голове что-либо, тем более тараканов. Особенно, когда в тебя летят десятки ударов и все по голове. Если вы хотите получать радость от жизни, сначала начните улыбаться сами. А если вы хотите побеждать в боях, начните тренироваться, как эта красотка, которая отлично воспользовалась отходом соперницы от ее серии руками и догнала ссыкуху хайкиком. Для того, чтобы быть верным другом, не обязательно быть собакой. А для того, чтобы побеждать, не обязательно много думать и иметь план на бой. Ведь можно просто, как эта тигрица, кровожадно наброситься на соперницу и лупить ее до тех пор, пока не упадет. Настоящие друзья никогда не допустят того, чтобы ты занимался херней. Без них. А настоящий боец должен допускать в бою все возможные варианты ударов. Сильцика и исполнила очень красивую вещь. Пробив правую корягу, она тут же, этой же рукой, ударила на отмашь обратно, чего никак не ожидала соперница, за что и поплатилась. Главное не научиться читать. Главное научиться сомневаться в прочитанном. А для бойца главное научиться читать соперника. А когда прочитал на его лице страх, бросаться на него, как коршун на раненого зайца, выбивая из него победу. Как врачи могут учиться на мертвых, а лечить живых? А как красивая девчонка, будучи меньше по габаритам и уступая в технике, может выходить на бой? Вот отсюда и такой результат. Для кого-то печальный, а для кого-то прекрасный. Не обязательно всем рассказывать о своих недостатках. За вас это сделают друзья. Так же и в бою. Не обязательно показывать свои слабости. Соперник их выявит сам. Как наша принцесска, которая поняла, что хайкики могут залетать на ура. И била их пока не попала. Добиться совершенства невозможно. Нужно просто развиваться и совершенствоваться каждый день, как это делают все бойцы на ежедневных тренировках. Отчего мы потом и наблюдаем, как прекрасные синички рубятся с опущенными руками, пока одно из них не выбивают из башки кукушку. Единственный способ сделать депутатов честными – узаконить воровство. А способов одержать победу в бою много. Но то, как это сделала наша героиня, впечатляет. Десяток колен по пузу соперницы и жесткий локоть в голову точно не оставил на трибунах равнодушных. Только настоящий друг может точно сказать, что вкусного есть в твоем холодильнике. А только настоящий боец может броситься в обмен ударами, чтобы нокаутировать соперника. А когда это делает женщина, не боясь за свой красивый носик, это восхищает. Иногда смотришь, казалось бы, на девушку, но до конца не понимаешь, чего тебе больше хочется – бежать от нее или нанять для охраны. А когда в клетке встречаются такие самки, то хочется одного – не пропустить нокаут, который обязательно будет. Мечта всех врачей – чтобы бедные не болели, а богатые не выздоравливали. А мечта всех бойцов – это красивый нокаут, приблизительно такой, как это сделала наша мощная бабочка – пробивать личный оверхенд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сколько раз прекрасные дамы отправляли в нокаут вас. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok